Благослови Господи нашу сегодняшнюю встречу! Дорогие Господи отцы, братья и сестры, уважаемые коллеги! Надо сказать, что я впервые в жизни нахожусь в этом зале. И даже вчера я сюда не заходил, ибо страшно. И общение с блистательными докладчиками вчерашнего и сегодняшнего дня, мое общение с ними происходило там в прихожей. И используя этот замечательный эпитет, блистательный, я ни в коем случае не похвалу, выражаю, я выражаю слова признания их большого труда, который вылился в наше общение и в материал, в слова, которые мы услышали и которые мы будем слушать на всем протяжении работы нашей с вами конференции. И при этом я считаю важным отметить заслугу идеологов и организаторов нашей работы. И те, кто принимал участие в предыдущих наших собраниях, в нашей конференции, понимают, что сегодня уровень нашего взаимодействия значительно вырос. И он вырос не только по содержанию, по программе, не только по уровню приглашенных специалистов и по масштабности их трудов, но еще и потому, что в сегодняшнюю нашу конференцию включена работа с детьми. Вот в чем отличие нашего профессионального общения сегодня от того, что было раньше. То есть раньше мы все время говорили о детях. И старались не забывать о том, что мы говорим именно о них. А сегодня мы еще и работаем с ними, взаимодействуем с ними. И то, как мы потрудились с ними прошлым утром, и то, как мы пообщаемся с ними в дальнейшем, все это отразится на содержании, результатах нашей работы, и не только сегодня. Все мы, приглашенные гости и ораторы, и слушатели, улыбнитесь, мы находимся в святом послушании организатором конференции. И приятно выполнять послушание и говорить о надежде. Причем, да, приятно сделать так, что ты об этом говоришь, и тебе хочется. То есть ты не только выполняешь свой долг, но еще это доставляет большое удовольствие. И вот в предыдущем отрезке Сергей Сергеевич, он как философ говорил о надежде, и в том числе можно было услышать какие-то определения этого понятия с точки зрения религиозной философии. Но нам важно понять, что такое надежда попроще. Но это не умаляет, это просто с другой стороны мы смотрим. И чаще всего в повседневной жизни, в профессиональной деятельности, когда нам трудно добежать до таких основ нашей работы, мы можем вспомнить, что надежда – это довольно сложная эмоция. довольно сложная эмоция, которую можно определить как состояние ожидания искомого результата. Состояние ожидания искомого результата. Все мы, уважаемые коллеги, занимаемся в том или ином ключе именно образовательной деятельностью. И совершенно, ну, естественно предположить, что мы ожидаем от своей деятельности определенных результатов. Мы не работаем, мы не пишем в стол, мы не работаем ради работы. У нас есть совершенно определенная точка, в которой направлены наши усилия. объекты, это ребенок. И вот состояние ожидания искомого результата мы хотим увидеть именно в нем. Точнее, искомый результат, я оговорился, искомый результат мы хотим увидеть именно в нем. А не в какой-то, в хорошем смысле, так сказать, написанной концепции, плане и так далее. Человек. Вот кого мы следуем, вот ради кого мы трудимся. И мы понимаем, что, участвуя в жизни и в педагогическом процессе Святой Иоанновской школы, мы таким образом принимаем участие в огромной жизни маленького человека, который в эту школу приходит, или множество маленьких, в огромной жизни множество маленьких людей, приходящих в эту школу. Мы понимаем то, что, когда они из этой школы выйдут, они что-то вынесут с собой. И благодаря полученным знаниям, умениям и навыкам они будут способны не только как-то трудиться, но они еще попытаются найти свою любовь, построить свои семьи. Если говорить еще выше, то они постараются осмысленно найти Бога в своей жизни. И что мы ждем от образования в этом контексте? Некоторые грамотные люди могут этот вопрос назвать риторическим. Но нам с вами очень важно проговорить содержание этого вопроса. Зачем это образование нужно? Кому оно нужно? Что оно за собой несет? В конце концов, ради чего мы прилагаем усилия в своей жизни? Мне совсем недавно приходилось говорить о том, что педагог, трезво оценивая масштаб, качество и перспективы своей работы, он должен получать миллионы в денежных единицах страны своего проживания. Это не шутка, это так, оно и есть. И как понять то, что этого не происходит? Даже как иначе, как принять то, что педагог из года в год и в год, из десятилетия в десятилетие продолжает оставаться обделенным вниманием общества и, что главное сейчас, государства. То есть, почему его труд кажется недооцененным, невоспринятым? Как принять это? На этот вопрос может дать ответ осмысление осознания религиозного содержания жизни каждого человека и, точнее, всякого труда. Труд педагога это жертва. И почему человек становится способным эту жертву нести? Потому что в этой безответной жертве он становится похожим на Христа. Вот что дает нам силы. это соучастие. Помните, сегодня это звучало у Святозара? Префикс сон. И эта спасительность усилий педагога она уже дает надежду на то, что наш с вами общий труд будет небесполезным. Потому что небесполезна жертва Христа. И размышляя в этом контексте и вновь и вновь задавая вопрос что же мы ждем от образования. Мы приближаемся к ответу следующего характера. Образование призвано со всем, что оно в себе включает. Призвано подвести обучающегося к осмысленной необходимости поиска высоких мотиваций своей жизни. К осмысленной необходимости поиска высокой мотивации своих поступков в жизни. Доставление нашему слушателю суммы знаний ну и как мы говорили и продолжаем говорить умений и навыков это только одна из задач образования это не цель. Целью наших усилий если не говорить о цели педагогики цели педагогики это способствование формированию гармонично развитой личности ребенка. Но мы говорим сейчас об образовательном процессе так вот целью образовательного процесса может быть может стать обучение ребенка пользоваться знаниями и умениями и навыками так чтобы его жизнь была благословенна и счастлива. Мы должны обучить ребенка правилам применения знания умения и навыков полученного в образовательном процессе. И естественно предположить что мы не будем обучать ребенка основам философии релятивизма. То есть не будем внедрять в него принципы относительности понятий добра и зла. Когда один человек за добро считает одно, другое другое и тут происходит октябрьский переворот. Но нам важно научить ребенка применять то, что он получает в школе с позиции идеальной личности каковой является личность Христа. при этом как по-моему и в прошлом году здесь точнее в другом помещении на нашем в нашем общении также и в других аудиториях я стараюсь напоминать нашему профессиональному сообществу о том что очень важно нам уметь читать священное писание особенно священное писание нового завета и труды святых отцов как учебник по педагогике. Я прошу вас это делать. Христос он совершенный педагог. В его слове заложены совершенно неисчерпаемые основы разных уровней и видов человеческой деятельности. Больше конечно в гуманитарной сфере но как принципы что-то может быть выявлено вообще везде. И риттеры там видят одно психологи видят другое если суживать немного сферы нашей деятельности. А педагоги они видят полное великолепное торжество педагогической мысли. И я подчеркиваю необходимость чтения посланий апостолов в их письмах изложено евангельское содержание на каждый день нашей жизни фактически. Присутствие Слова Божия точнее присутствие содержания Слова Божия в нашем труде может обеспечить передачу знаний умений и навыков для наших слушателей совершенно на другом уровне. Почему? Потому что в этом случае наше Слово оно будет усиленно укреплено благодатным Словом Христа. Хотя прямо эти слова не будут произнесены. И когда Слово Христа Его Личность вообще христоцентричность нашей жизни будет заложена в наше профессиональное общение тогда вот это состояние ожидания искомого результата будет весьма уверенным. Если к моим настоящим словам применить евангельский подход то есть посмотреть на них с точки зря евангельской истины то мы вспомним о том что всякое здание строится на твердом основании. Не на личности великолепного педагога не на совершенстве какой-то определенной педагогической системы хотя вот это выражение оно само все улыбку вызывает потому что система она одно из основных слой системы это ее ограниченность и содержание и применение о наличности Христа я готов поделиться с вами определенным опытом не только на семинаре который будет в воскресенье Олег потом скажет чуть позже об этом сейчас в педагогику меня вставили 20 лет назад с точки зрения монастырского жителя это было очень это было очень жестоко и зная если бы я вначале знал что так будет со мной через 7 лет после моего прибытия в монастырь то я бы не остался конечно в монастыре но это произошло ну в каждой шутке есть доля шутки сами понимаете но это произошло и моя работа это работа духовно-нравственного содержания в муниципальных и государственных образовательных учреждениях то есть не в церковных и когда стало стало проблемой а как донести евангелие в совершенно секулярной среде то я заставил себя переводить евангельское евангелие то есть содержание евангелия на язык педагогики и педагогические термины я оставил читать светоотеческие книги все уже там было все запущено были только книги по педагогике по возрастной психологии ну вот все что помогает там перинатологии даже ну все для того чтобы личность человека как-то раскрыть но кто-то смеется а у меня вообще-то при поликлинике есть кабинет кризисной беременности для консультирования тех кто находится в состоянии репродуктивного выбора вот это смешно точно но это реальность сейчас меньше стали приходить так вот я заставил себя переводить евангельское содержание на язык педагогики вы знаете это получилось точнее даже не сам перевод получился а это слово заработало то есть те же те же самые термины они получили глубину содержания и вот это вот такой потенциал действия совсем другой рабочий и я удивился потому что это было слишком явно изменилось ко мне отношение со стороны педагогов более того со стороны детей что важнее это сработало но я себя заставил это было непросто но интересно но этим до сих пор мне это интересно этим продолжать заниматься это здорово такая трансляция но это повышает и профессиональный уровень лично педагога конечно же но это вы догадываетесь хочу сказать спасибо моим предшественникам которые украсили свою речь разнообразными примерами и в этом смысле вот наши доклады они так содержательно отличаются от того что было раньше сейчас примеров больше они ярче и вот более удачно встроены даже в речь но я приближаюсь к концу своего сообщения и хочу рассказать вам о том что было совсем недавно точнее в феврале этого года на педагогическом форуме псково-печерского монастыря это корнильевские образовательные чтения в этом году в восемнадцатом году они проходили в двадцатый раз вот я являюсь организатор чтения монастырь я являюсь куратором и модератором этих чтений во время их работы и вот там был произнесен один блестящий по форме по форме доклад такой бравурный довольно там 20 лет работы школы там преподавание основ православной культуры ну красота и мне пришлось высказать реплику и эта реплика она получила очень серьезный резонанс до сих пор и думаю что это будет звучать еще какое-то время продолжительное время сейчас расскажу скажем вот на границе января-февраля вот этой зимой со мной поделилась семейная история одна бабушка которую я знаю довольно давно но бабушка она молодая так нашего возраста внучке 4 по-моему года пришла она за ней в детский сад почему она мне рассказывает потому что моя деятельность она с детских садов началась и три детских сада это потрясающе конечно и пришла она за внучкой в детский сад и тут вышел мальчик и говорит что вы знаете Даша меня сегодня побила ну а ну что тут такого ну побила всякое бывает и когда они уже пошли домой бабушка говорит внучке Даша я я сохраняю время настоящее время речи Даша а вот Матерь Божия загрустила когда тебя такое увидело Матерь Божия загрустила когда тебя такое увидело внучка ей отвечает бабушка да она в садик не ходила это не смешно вы представляете ребенок кого принял ребенок в среду своей жизни вот какое религиозное состояние это этого четырехлетнего ребенка страшно подумать страшно себя сравнить бабушка да она в садик не ходила она жизни не знает ну вот это хорошо мы услышали и в конце февраля недалеко до начала корнелевских чтений я шел на послушание в паломнический центр где я дежурю каждый день там кто хочет приходит кто хочет не приходит из паломников индивидуальной беседы и я хожу практически по одному и тому же маршруту и однажды впереди себя я заметил группу недалеко от гимназии было директор которой вот этот бравурный блестящий доклад и сотворила эх ну вот и иду я недалеко от гимназии и вижу группу подростков человек ну больше 10 человек больше 10 на глаз вот так ну 12 там 15 человек причем ну как священнослужитель я не знаю как у других но для себя я вот определил кто там есть это было случайно это как-то уже глаз так пошел да что там уверенные в себе девочки это старшеклассники да уже зависимые в каком-то смысле от них мальчики там ну у них социальные отношения были там точно и когда я мимо них проходил они устроили мне мне флешмоб они все подпрыгнули и крикнули слава сатане кто-то из них оказался не таким ну и с каким-то ну естественным для них в том смысле матерком там как-то что-то такое они да я же говорил мне надо было этого делать да за что ну кто-то вот трезвомыслящий там остался но мне же нельзя было проигрывать та и я даже не замедлил хода я как шел мимо так и шел просто обернулся к ним лицом и сказал дети это только смешно и вот та девочка да которая была там самой основной именно девочка вожачка такая этой стойки она сквозь зубы сказала что только смешно да то есть вот в данном случае они проиграли я сказал да только смешно все было на ходу я вот так мимо прошел эти дети глупые не они виноваты в том что к 16-17 годам у них произошло такое искажение я не думаю что оно до конца неосознанно потому что если человек понимает что говорит такие слова слова сатане то он понимает что есть бог и каким-то образом он делает свой выбор пусть даже промежуточный но у меня не этот вопрос возникает вы уже догадались в чем дело что случилось с детьми которые жили в печорах и которые в начале своей жизни имели высокий религиозный импульс там содержание и пришли вот к такому бедственному состоянию что с ними произошло эти корнильевские чтения педагогический форум он очень серьезный там к нам приезжают учителя учителей там мощное педагогическое содержание и общение там это плодотворно все но ведь эти дети они жили у нас и учились в этой гимназии внутри этих 20 лет где мы недоработали почему мы их пропустили так почему надежда на их очеловечивание слаба почему тот искомый результат который мы пытались сформировать в них он на сегодняшний день не состоялся и я не собираюсь дорогие коллеги сейчас отвечать на эти вопросы я хочу оставить их мной безответными я хочу эти вопросы передать каждому из вас где были мы как мы что мы при чем здесь мы это не просто риторические такие выкрики не только риторическая такая акцентуация проблемы это вопросы нашей профессиональной педагогической деятельности которые должны быть разрешены в нашем труде для того чтобы хотя бы мы не теряли надежду на то что наша жертва и наш труд будет будет небесполезным благодарю вас за внимание спасибо отец хризанов я напоминаю всем что воскресенье семинар два часа будет отца хризанов где можно задать много разных вопросов я думаю что сейчас осталось время на один короткий вопрос с коротким ответом к сожалению пока пока вы размышляете я не могу лишить себя удовольствия поблагодарить переводчиков очень приятно высказать им благодарность спасибо святозар пожалуйста вы наверное после этого события думали что могли еще что-нибудь другое сказать что было бы более эффективно или нет если бы у вас была еще одна возможность другое что-нибудь сказали я услышал или если бы была возможность с ними общаться 20 минут например что сказали я бы вот я скажу сейчас совершенно спорную вещь но я бы не стал с ними общаться 20 минут проповедовать на улице точно не стал бы более того я бы ничего я даже не думал потом постфактум я не думал о том что я мог бы сказать что-то другое тогда это не имело бы педагогической силы понимаете а здесь нужно было им устроить разрыв шаблона если сказать более точно нужно было в этих детях создать внутренний конфликт над разрешением которого они бы начали трудиться чтобы он им мешал и это оказало бы более качественное педагогическое воздействие чем душеспасительные беседы на углу очень важный момент дело в том что эти дети поражены системно в педагогическом понимании ну и психологическом и религиозном системно поэтому работа с ними нет не 20 минут это если бы была так теперь мы гипотетически если бы была такая возможность ее нужно было бы устраивать системно то есть работа с родителями с педагогами единственного участников образовательного процесса никто не отменял вот как-то так спасибо большое Олег можно если только вот совсем коротко совсем коротко чтобы нам не подводить до уважаемых ораторов я поняла вы знаете меня очень часто подмывает чувство обязательно когда я слышу нецензурную лексику рядом маленьких детей особенно тем более на территориях детских учреждений с маленькими детьми я подхожу обязательно говорю не оставляю без внимания опираясь на последние ваши слова стоит ли делать более старшими детьми это или нет если вы я услышал я услышал важно хорошо знать свое место говоря нашим языком важно точно определять меру и сферу своей ответственности за кого-то то есть где где еще можно а где уже нельзя поэтому каждый человек из племени сапиенс он должен выразить свое негативное отношение к сквернословию понимая в общем насколько это трагично и там с последствиями серьезными для развития личности человека но важно понимать и другое что воспитанием ребенка занимаются родители а педагоги да педагогам только делегируется родительская функция на время отсутствия родителей важно это тоже понимать и вот надо знать свою меру но это уже на полутонах вот когда не переборщить тогда вас услышат понимаете как спасибо благодарю вас спасибо вам большое